Крещение Господне, которое также называют Богоявлением, входит в число 12 важнейших церковных дат. Этот праздник связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. У православных верующих это один из самых дорогих праздников. По всей стране прошли торжественные службы и освящение воды. Это особый по своему значению праздник – крещение. Он помогает людям открыть подлинный смысл жизни, преодолеть трудности с помощью веры, дает каждому большие духовные силы. Мы побывали на службе в храме Александра Невского, расположенном в поселке Совхозном. День Крещения Господне, по-другому называется Богоявлением, является одним из самых главных, потому что мы освящаем этот день воду, и человек, соприкасаясь с той водой, соприкасается с Богом, его благодатью, тем самым может побороться себе с грехом. Хочет не злиться и не получается. Прихожане принесли воду для того, чтобы она была освящена. И это освящение чином Великого Водосвятия произошло у них на глазах. Вода, которую освятили в Крещении, называется крещенской или святой водой. Освященную воду верующие приносят домой и хранят весь год. Вода не портится и считается, что обладает целебными свойствами. Она нередко используется для лечения. Окропление освященной водой – один из самых волнующих моментов праздника. Ещё одна традиция Крещения, о которой все знают и ценят её многие – это крещенские омовения. Церковный устав не обязывает нырять в ледяную воду. Традиция зародилась в народе в память о Крещении Христа в Иордании. Считается, что такое купание символизирует очищение от грехов. Для желающих окунуться в стране организовали более трёх тысяч купелей и прорубей. Одна из купелей оборудована и в храме Александра Невского. Зайти в купель решились крепкие и здоровые люди. После омовения у них было отличное самочувствие и приподнятое настроение. Настроение отличное. Самочувствие не передать, это нужно испытать. Поэтому приходите, купайтесь, вам советую тоже. Спасибо, Господи, с праздником. Все, кто пришёл в храм на торжественную службу, любят этот праздник и считают его очень важным для себя. Крещение, Пасха, самые такие большие праздники у нас в христианстве. Воду святим, потом эту воду используем для лечения, для благословления на какие-то дела. Поэтому обязательно это нужно делать. Ей нужно тоже приучать к таким праздникам христианским, чтобы дети знали об этом. И вот я взяла внучку, она у нас умеет креститься уже и тоже хочет присоединиться к празднованию этого праздника великого. Славянцы всех возрастов пришли на торжественные службы в этот и другие храмы нашего района. Праздничные традиции сохраняются и передаются подрастающему поколению. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».